Так, здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Антон Колесников. Вот, к сожалению, не все у нас получается. Ватсап дело ненадежное. Ваши прекрасные фотографии. Часть я перенес по каналу вебинаров, а частник еще только собирался. Ну и вот результат пустой клеточки. Видите, нажимать, не нажимать, ничего нет. Поэтому. Ну, давайте будем вспоминать. О, открылось. Это что такое? Козовство. Ну-ка, следующее. Так. Дело в том, что я... А нет, открывается. Ура, ура. Потому что я хотел, чтобы люди увидели ваше лицо. Вот, потому что вы один из самых благородных людей, которых я знаю. Знаете, сейчас расскажу. Не по теме, казалось бы, да? Вот. А что такое не по теме? Идет женщина молодая. У нее на руках... Маленькая девочка. Несет ее на руках. В другой руке что-то ведро. И, похоже, полная. Я еду на ликвидацию аварий в Советский алюминиевый завод. Я специалист по промышленности безопасности. Ведущий инженер. Мчусь мимо. Скосил глаза. Думаю, ну подберут же ее. Тем более, ну видно, что только до завода, до поворота километров 12, она прошла километра два. А машины идут одна за двой. Сейчас же время там автомобильное. Революция. Значит, кто-то подберет. Я мимо промчался. Это не шутка. Примчался на завод. Вот. Ну, разобрался. Акс оставил. Еду обратно. На это время прошло часа два. Самое страшное, что я увидел близкого к повороту на завод, идет женщина, молодая. На руках у нее девочка. У тебя что-то, полное ведро с чем-то. Я пришел в ужас. В этот момент я вспоминаю до сих пор. Лет сотни автомобилей прошли. Видели, что она идет в никуда. А впереди еще до деревни, до ближайшей, от 25 километров. До ближайшей. 25. Она идет пешком. С ребенком на руках. Я разворачиваю машину. Куда едем? Она говорит. На Михайловку. Что, пешком? Да ты к утру бы пришла. Она говорит, а никто не подбирает. А что не голосуешь? А все равно не берут сотни автомобилей. Вот. Ну, конечно, довез до самого подъезда. Вот. Ну, мне страшно устал быть одиноким. Страшно. У меня такие случаи. Знаете, сколько накопилось? Некоторые из них, я говорю, уже в отчаянии. Да что с людьми-то творится? Я всегда говорил, да я с удовольствием жизнь отдам за любого человека, за любого россиянина, украинца. За негра, в конце концов. А потом думаешь, а он за тебя отдашься или хотя бы полпальца? Вот. И вот я когда встретил... Да у меня настроение сегодня такое. Надоело смотреть на эти... По телевизору каждый день гордо. 300-500 тысяч человек мертвых, молодых, здоровых. Вот. Трясет всего. И вот тогда... Причем гордо говорят... А, все. Теперь. И вот он, Антон Колесников. Ладно, раз начали открываться, значит судьба. Итак. Серафимов много взошло. Академики взошли. Рассажены орехи. Так. Откроешься? Нет. Черные орехи. Гадкая рисура. Вы сейчас посмотрите масштабы. Я вам уже показал один фильм. Потом, когда он дальше начал фотографии присылать, мне стало плохо. Вот. С ужаса. Где-то уже горбатым можно встать. В грецкие взошли. Дальше пишет. Черные абрикосы подмершие в начале мая выживают. Не все самые сильные. Они нам и нужны. О, видите. Что выжило, то наше. Вот. Так. Ну, разговорная речь. Точно не открывается. А давайте чуть быстрее будет. Ну, не открылось, не открылось. Вот это вот. Нет, открылось. Открылось. Ура. Руссо-усурийское. А потом пойдет аморский бархат. Чесночок. Нет, чесночок точно пропускаем. Уж. У меня-то точно не до чесночка. Что мы еще сделали с танкорылами и грецким речем? Самое ценное, это танкорылы. Ну, вы сами понимаете. Чем толще карать, я вот ближе к этому, к Маджурскому, к дикарю. Дуб ливанский. Вот. Дуб ливанский. Я бы уже с точным этим ливанский не стал сходить. Я бы хоть подарил бы. Так. Ну, росицу хочет. Ну, это что я сделаю? Значит, кто-то круче меня. Я должен радоваться. О, посмотрите, красота какая. Идем дальше. Кругом травка. Муравейники. О, муравейники. Вот. Я на вебинаре, который был десятого, я немножечко не дошел до этого. Это тихий ужас. Ради того, чтобы не пустить муравьев, уничтожили рослое подносящее дерево. Потом покажу. Как они старались? Пленкая липкая. Вот так. Ужас. Так, идем дальше. Так, вот один из муравейников. Ну, что, будем ждать, пока откроется, и дальше пойдем. А, вот фотографии долго загружаться будут. Дальше. Амур-химархот пропускаем. Черный абрикос, красавец, пропускаем. Спасибо большое. Здесь связь плохая. Вот видите, в чем причина-то. Так, в лекарстве, знаю, сегодня вы заняты. Не тороплю. Не прислали фото-груш. Просили проконсультироваться, что с ней делать, незачем вернут листья. Я бы ответил, конечно, что думаю. Под фотографиями приведу свои ответы. Ну, что там, рада, надеясь. Страшно, а не думаю, что заболела. Все. Считайте, ответили. Вот. Дальше, если уже не открывать фотографию. Страшно, а нет. Не взыграла профессиональная. Вот, считай, все по профессии. Метолог. Какой-то метолог. Так, посмотрим. Хочу куда-то спешить. Не часто ко мне такие письма присылают. А вот все три нажал. Все три нажал. Кто хочет попробовать. Вот одна открылась. Вот она, страшная рана. И у меня вода. Да, страшная рана. Вот ее замазал. Прививка высоко. Рядом металлический штырь. Видели? Вот. Это я пытаюсь открыть предыдущие две. Они еще не открылись. Ладно. Они еще не открылись. Ну, вы уже видели. Сейчас время терять не будет. Не так страшно рано. Вот. И ароматурин. Что он пишет? Я бы ниже рано спилил. Ну, там мне же рано, по-моему, подвойный дядючок всего лишь. То есть, я еще вот заново привел. Да, вот понимаете. Раз заново привел. Выдернул арматурой. Больше не красил дерево. А вот его еще и покрасил. Нет, ну, конечно. Чуть-чуть. Оставьте его покой. Что-то было бы. Нет. Покрасил. Вот. Замазал. Вот под этой базой как раз все будет видеть. И ароматурин он бы выбирал. Ну, что. А, спасибо, Олег Алексеевич. Уступать во место рано. Это я как рано. Я ему сказал, уступаю в место. Ну, что я вас научу. Вы же сами все видели. Сами даете советы. Меня на одном из вебинаров поразил ваш совет. Что жителям многоэтажек обязательно нужно иметь противогазы. Вроде бы простейший совет, а какой ценный. Вы знаете, совет ценный. Противогазы, они не такие дорогие. И с этого, с современного Совета Союза где-то гниют миллионами. Когда каждый, до каждого в советское время рассчитывался на противогаз обязательных. Может, сгнили, может, они все-таки тарком покрыты, а не гниют. Этого я не знаю. Так. Я не военный специалист. Так. А гражданский. Так вот. Им бы раздать бы, если они еще есть. Жителям высотных домов. Ой, ты мой совет. Вы молодец. Мы даже среагировали. Это, говорит, десяти, каждый, по статистике, людей, погибших, при пожаре. И не сгорают же ее, а задыхаются от дыма. Кто бы противогаз был не заменил. Спасибо вам, что вы меня поддержали. Единственное, кстати. Вот. Я тут рядом хочу взять участок. Давайте, давайте. Горб я вам обещаю. Шутка. Спасибо за объявляю на советы. Две книги прочитал. Читаю потихоньку. Одну задачу, другую. А, две еще читаю. А правда, еще четыре. Значит, мы все четыре имеете. Дальше что-то пропускаю. У меня еще, к тому же, этот шаг. Так, поэтому ускорим. Дальше идут прививки абрикоса. Спилился, ливусы, вкусы и плодами. Спилился, ливусы, вкусы и плодами. Так, доброе утро. Досматриваю понедельничный вебинар. Спасибо за дополнительные кусочки абрикосов. А тяжелко, что ли, это хорчик. Так, прогрибы пропускаю. Так, посылка с кусочками доставлена. Пусть Россия ведет рекорды. За три дня доставлено Сен-Угорское доказание. Здорово. Там, по-моему, было пять черенков. Кажется, это у вас. Шелковица. Поэтому я отправлял ускоренные почты, дорогой. Так. Дальше это вы. А, это я показал. Каче примера. Ваш друг заболел. Онкология, операция. Вот. Но у него сумасшедший по размеру сад. Руки опускать ваш друг Андрей не собирается. Вот. И вы написали. Ваши ронеточки готовы ехать в Кажемске Андрея. Представляете, сколько тут ронеточек нет? Догадываетесь? Сколько их тут? Вот так вот, ребята. Вот. Ну, а дальше. Вот прополон. Будущий абрикосовый сад. Семь сортов и ассорти. Самый высокий академик. Выше сорока сантиметров. Вот это интересно. Понимаете, чем? Я только в комментариях. Один из трех последних фирм. Вот они. На этом, на канале Садово-Сопожелезово. Там в одном из них отчаянное письмо. Комментарий. Вот все ваши друзья охватываются, что у них сходность там стопроцентная. А у меня ни одна не взошла. Я растерялся. Ну, понятно. Человек из четырех книг уже третью читает. Чего с нее взять-то? Вот они. Абрикосы, как абрикосы. Так же, как сама, как сама. Чего-то и сколько. А тут человека ноль. А обидно? Мне обидно. Что тогда получается? Я ему отвечаю. Мыши. Мыши, мыши. Помните, это было? Мыши, мыши, всюду мыши. Какое-то утро. Это, по-моему, из этого. Из-за определенного-то принципа. Ну, ладно. Видите, все забываем. Так вот, мыши, мыши, всюду мыши. Избавьтесь от мыши. А вдруг они очень часто вредят. У меня каждое весло, пробитое мышами, тысячи-тысячи косточек. А если он прикопан на 12 сантиметров? Оружие нельзя. А вы думаете, у них нюх одесса? Научили запах? Потеряли? Это нет. А потом, понятно, если они мыши или сильно. Сухие были. Не разорвали оболочку. Не хватило влаги. Или сильно мокрое сгнили. Абрикосы гниют. Будь здоров. Так. И теперь хотелось бы показать. Нехорошая новость. Андрей Арак. Хочу спросить, есть ли у вас косточка влежевского ореха? Используем для лечения. Да, есть. Мы это проходили. То есть, а, ореха. А потом он исправляется. Влежевского абрикоса. Да, есть косточки влежевского абрикоса. Кстати, косточки влежевского ореха тоже очень ценные. Вот. Как употреблять, в каких количествах. Когда больше пяти не употреблял. Литература утверждает, что в них есть синильная кислота. В аджосах я жив. Но больше не пробовал. И даже ни разу больше пяти за день. То есть, живой, значит, может до пяти. Больше не знаю. Вот. И какая связь, допустим. Те, которые еще только опасаются онкологии. Ну, три-пять в день, ладно. Может, и когда онкологии не будет. Хоть он ел, хоть не ел. А у кого же онкология, тут я не знаю. Я, наверное, в отчаянии. 27 в день все едал. Другое дело, поздно, не поздно. Боюсь, что этого никто не знает. Но мы все надежды юноши питают. И стариков тоже. Так. Дальше он пишет. Мы в детстве абрикосы и кости калоли. Ели даже не по пять дней, а гораздо больше. Ну, еще раз. А в разных сортов разное количество синильной кислоты. А это я. Поэтому. Три-пять. И то только манджорцы проверены. Культурные сладкие не проверены. Мною не проверены. Дальше его фотография. Ну, наконец-то. Если сейчас откроется. Вот его небритое лицо. Наконец-то мы увидели. Вот этот человек. Который я сказал, что он относится. Я таких людей, знаете, как называть? Представитель исчезающего племени. Хомо-сапиенс благородный. Исчезающего, к сожалению. Я вам не зря вначале привел пример. Сотни машин проехали мимо женщины. У которой приехали. Это с 25 километров надо было идти. Которая уже прошла из них 8 или 10. С полным ядром и с девочкой на плече. Не понимаю. Не понимаю я этого. Вот. А тот бы не прошел мимо. Я бы голову на сечение дал, что он бы не прошел мимо. И может быть после этого самого вот этих моего примера. А у меня таких может десятки. Вот. Может быть еще кто-то однажды остановится. И кого-то замерзающего подберет. Хотя до этого фильма, может быть, он этого не стал бы делать. Знаете как? Бог поможет. Другое остановится. Вот. Нам оказывается не одного. Абрикосии выросли из косточек. Пропускаем. Фаина и абор. 60 сантиметров. Ну что, фаина как фаина пропускаем. Ветки согнулись, а ягоды еще не поспели. Так. А это мне интересно. А это уже интересно. А, облепиха. Ладно. Черная тоже по полуметра пропускаем. Так. Крупноплодные железы. Ну уж, крупноплодные-то железо. Да. Меняя его название. Скромное название. Крупноплодные. Что за крупноплодные? А это тройной гибрид. Тогда пусть он будет супер-абрикос железа. Стесняться я больше не буду. Меня не признают, не признают. Когда, вот это одна из выпускных сибириадок, я буквально при 50-18. Ни одного вашего сорта нет в реестре сорта испытаний. Представляете, ни одного. Сотия садов есть. Вот он, смотрите. Сотия садов есть, а в реестре нет. А ты, это, выпускница, сама, хотя бы один туда, попробуй. Вот. Еще рассказываю. Потом можно этот фильм на два продерем, потому что все додолго. Нет. Это оставлю для этого. Обидный разговор касается наследия ноги Татьяны Александровны, Царствие Небесное, которое кончилось ничем, ушло в пустоту. Идем дальше. Но это пускай, ладно, на вебинаре. Вебинар будет у меня 14-го. Приглашаю. Земли трещины, дождя не было. Чеснок все не уберу. Маленький гинк. Что такое гинк, я сейчас не знаю. Могу попозориться, но не знаю. Мелость пузатая. Давайте смотреть. Кипарис болотный на земных углах. Кидрокорейский, Бархатамурский, Диоскарея, Японский. Лимоник и так, только лимоник и видел. Удобно в ящиках пенопластовых выращивать. Ну что ж, хорошо, что все себе посадил. И стоит, входит. Так, значит, все, ребята. Постанавливаю, будем делать второй фильм. Итак. Потому что эти большие фильмы, они даже не пересылаются. Итак. Конечникам, Антон. Что по пути я не увидел? Иседлый, кроме всего прочего, ваш адрес. Да, 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 да. Больше ниже, да, иду, но вряд ли, вряд ли. Потому что буду стараться сейчас фильмы. Пока заканчиваю чем? Вот это лицо, исчезающего племени, хома благородного. Так, значит, отчество боюсь собрать. Про не помню, но боюсь собрать. Значит, в следующий раз. В следующем фильме, надеюсь, у вас адрес, и телефоны, и все прочее. А полноценный будет фильм, если вы запомните. Плюс 7, 917, 266, 49, 11. Вот он в уголочку. Вот. Или по-русски. 8, 917, 266, 49, 11. Для первой фильма сойдет. А потом еще будет второй, потому что вы прислали еще фотографию. И правильно делаете. Будем соревноваться. Вот, да, вот. Потом в это, в воле скажу, вот, обращайтесь к Калисникову. В Казани. Все, друзья, этот кусочек фирмы закончен. Кстати, вот еще и писло пришло. Ну, а в этом другой раз. Так, остановить запись.